Русская литература Русская общественная жизнь до конца 60-х годов развивалась в рамках дихотомии. Некрасов в своем творчестве раздвигал границы сознания, объясняя людям, что на один и тот же вопрос есть как минимум две точки зрения. Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года в Подольской губернии, где квартировал 36-й егерский пехотный полк, в котором его отец служил капитаном. Глава семейства Александр Сергеевич был деспотом, и он гордился своим дворянским происхождением. Он был заядлый картежник и не интересовался ни поэзией, ни прозой. Он был хорош только в двух вещах – в охоте и в рукоприкладстве. Несмотря на то, что Алексею были чужды интеллектуальные запросы, именно в библиотеке отца юный Некрасов прочитал запрещенную в то время оду Александра Пушкина «Вольность». Мать Елена Алексеевна была полной противоположностью супруга. Нежная, с тонкой душевной организацией барышня, все время музицировала и читала. В иллюзорном мире книг она спасалась от суровых будничных реалий. Впоследствии этой святой женщине Некрасов посвятил поэму «Мать и рыцарь на час». Некрасов был не единственным ребенком в семье. В семье росло еще 13 детей. В 1832 году Некрасов поступил в Ярославскую гимназию, где дошел только до пятого класса. Отец всегда хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. И в 1838 году 17-летний Николай отправился в Санкт-Петербург для определения в дворянский полк. В культурной столице юноша повстречал своего земляка Андрея Глушицкого, который рассказал поэту о прелестях учебы в высшем учебном заведении. И воодушевленный Некрасов, вопреки наставлениям отца, решает поступить на филологический факультет Петербургского университета. Однако амбициозный парень заваливает вступительный экзамен и зарабатывает статус вольнослушателя. То есть он должен оплачивать сам свое обучение. Будучи студентом, Николай Некрасов терпел страшную нужду. Оставшись без материального обеспечения, он ночевал в подворотнях и подвалах, а полноценный обед видел только во сне. Ужасные лишения не только подготовили будущего литератора к взрослой жизни, но и закалили его характер. Сейчас мы послушаем стихотворение. Прочитаю стихотворение Некрасова короткое, но для меня оно невероятно значимое. И я считаю, что до сих пор, может быть, нет по силе, кто выразил такие эмоции в таком коротком стихе. Сейчас прочитаю и, возможно, кто-то из вас станет. Некрасова ужасной войны, пределы живут. Мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет. Но где-то есть душа одна, она до гроба помнить будет. При глицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одни я в мире подсмотрел. Святые искренние слезы, то слезы бедных матерей. Им не забыть своих детей, погибших на травовой мире. Как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Вот все стихотворение такое Некрасова. Оно, к сожалению, не очень веселое, но, мне кажется, очень по ощущениям стиль. Спасибо, спасибо, Галина. Можно я? Да, Татьяна, ты смогла подключиться? Да. Пожалуйста, Татьяна. Николай Мекрасов. Кто видит жизнь с одной карманной точки? Кто видит жизнь с одной карманной точки? Кто туп и зол, и холоден, как лед? Кто воровит с печатной каждой строчки? Взимать такой или такой доход? Тому горшок, в котором приедет каша, покажется полезней яролаша. Но кто не скрыл под маской притворство, веселых глаз и честного лица? Кто признает, что гений смехотворства не сходит лишь на добрые сердца? Тот, может быть, того и не осудит, что в этом яролаше есть и будет. Это мой первый стих. Спасибо большое, Татьяна. А мы продолжаем рассказ о творчестве Николая Мекрасова. Первым сборником стихов юного Мекрасова стали мечты и звуки. Книга была подготовлена в 1839 году. Но Мекрасов не спешил публиковать свое детище. Литератор сомневался в поэтической зрелости своих стихов и искал строгого советчика. Имея на руках корректуру, начинающий писатель попросил основоположника романтизма Жуковского ознакомиться с ней. Василий Андреевич посоветовал не печатать книгу под своим именем, объяснив это тем, что в дальнейшем Мекрасов напишет великие произведения. И за этот непрофессионализм Николаю Алексеевичу будет стыдно. В итоге сборник вышел в свет под псевдонимом НН. Этот сборник не имел успеха у публики. И после критики Виссариона Григорьевича Белинского в литературном журнале «Отечественные записки» был уничтожен лично Некрасовым. В начале 40-х годов XIX века Николай Некрасов встретился с Белинским, который произвел его из литературного бродяги в дворяне. Оба тогда работали в отечественных записках. К концу 1846 года Некрасов накопил достаточно денег и опыта для самостоятельной издательской деятельности и вместе с Панаевым взял в аренду основанный Пушкиным журнал «Современник». Сейчас я передаю слово Галине Наумовой, которая подготовила для нас информацию о работе Николая Некрасова в журнале «Современник». Пожалуйста, Галина. Да, журнал «Современник» был основан Александром Сергеем Пушкиным, но в то время не имел читательского успеха. И на некоторое время деятельности журнала было решено даже приостановить. Дальнейшее развитие журнала связано с именем Николая Некрасова. Именно в период его руководства популярность издания достигла наивысшего уровня. Первая книжка «Современника» вышла 1 января 1847 года. Впервые в России появился журнал с ярко выраженной революционно-демократической программой. В нем прослеживалась единая позиция по поводу освещения всех вопросов общественно-политических, литературных, философских, исторических. По случаю выхода первой книжки был дан торжественный обед. И этот обычай сохранился на много лет. Таким образом, Некрасов, организатор и создатель нового «Современника», стал успешным первооткрывателем в мире литературы, талантливых поэтов и писателей. Он первый предложил сотрудничество с авторами на договорной основе. Популярности журнала способствовал ряд коммерческих приемов. Подписная цена была ниже, чем у отечественных записок. Кроме того, у журнала были бесплатные приложения. Например, к первому номеру прилагалась отдельной книжечкой «Повесть Герцена. Кто виноват?». Литературная молодежь из отечественных записок оставила Краевского и присоединилась к Некрасову. В «Современник» также перешел и Белинский. На страницах журнала «Современник» нашли свою славу и признание Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Николай Огарев, Дмитрий Григорович. В журнале публиковались Александр Островский, Салтыков Щедрин, Глеб Успенский, Федор Достоевский и Лев Толстой. Также в журнале печатались Николай Чернышевский и Николай Добролюбов, которые вскоре стали идейными руководителями «Современника». Таким образом, в журнале Некрасова собрались лучшие литературные силы, объединенные ненавистью к крепостному праву. Принимаясь за издание «Современника», Некрасов надеялся, что Белинский будет играть руководящую роль в издательстве. Но в 1847 году Белинский умер. Не было тогда в России другого писателя, который мог бы стать таким же властителем дум целого поколения, каким был Белинский. Но через несколько лет после смерти Белинского Некрасов призвал на работу его учеников, продолжателей дела русской революционной демократии Добролюбова и Чернышевского. В период мрачного семилетия с 1848 по 1855 год правительство Николая I было испугано восстаниями и революцией во Франции и ужесточило полицейские меры против распространения всяческих прогрессивных идей, сделав выпуск передового журнала практически невозможным. Наступил цензурный террор. Под красными чернилами цензора погибало больше половины произведений, предназначенных для печати в «Современнике». Некрасов срочно засел вместе с Авдотьей Панаевой за новый роман «Три стороны света», который писал по ночам, так как днем был занят своим журналом. Роман был написан исключительно для того, чтобы заполнить страницы, но и здесь удалось выразить протест против ненавистного строя. Некрасов взял на себя основную тяжесть работы. Для составления очередного номера он прочитывал по 12 тысяч страниц рукописей. Ему приходилось править до 100 страниц корректуры, в том числе внося правки и даже переписывая тексты, не прошедшие цензуру. По этому поводу он говорил «Случается писать без отдыха более суток, и как только паралич не хватил правую руку». Около середины 50-х годов Некрасов серьезно заболел горловой болезнью. Пребывание в Италии облегчило его состояние. Воздоровление Некрасова совпало с началом нового периода русской жизни. В его творчестве также наступила счастливая пора. Его выдвигают в первые ряды русской литературы. У Некрасова появляется поэма «Саша», которую он посвятил Тургеневу. В этом произведении Некрасов обличает так называемых «лишних людей», то есть либеральных дворян, которые выражали свои чувства не делами, а громкими фразами. Также поэма «Саша» была принята читателем особенно демократически настроенной интеллигенции. Уже в 1858 году Добролюбов и Некрасов создали приложение к журналу «Современник» под названием «Свисток». Автором идеи был сам Некрасов, а основным сотрудником «Свистка» стал Добролюбов. Первые два номера журнала, вышедшие в январе и апреле 1859 года, были составлены Добролюбовом. Некрасов же принял активное участие с третьего номера. К этому времени он уже не просто был сотрудником, а занимался организацией и редакцией журнала. Светлана, пожалуйста. Стихотворение, отрывок из стихотворения «Тишина». Так, сейчас я сделаю видео. Все рожь кругом, как степь живая, Ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. За дальним, средиземным морем, под небом ярче твоего, Искал я примирение с горем, и не нашел я ничего. Я там не знаю, хандрю, не имею, не одолев свою судьбу. Я там погнулся перед нею, но ты дохнул, И я сумею, быть может, выдержать борьбу. Я твой, пусть робот у коризны за мною попитал. И там чужая душа, я песни родине слагал. И ныне жадно поверяю в мечту любимую мою, И в умиленье посылаю всему привет. Я узнаю, суровость рек всегда готова Грозою выдержать войну, И ровный шум лесов сосновых, И деревень в тишину. Подготовила информацию о личной жизни Николая Некрасова Наталья Абусалев. Пожалуйста, Наташа. Добрый вечер, меня слышно? Да, только камеру переставь, Чтобы лицо было видно, да. Да, вот так. Отлично. Личная жизнь Николая Некрасова. Несмотря на успешную литературную карьеру И фантастический объем информации, Которую писатель ежемесячно выдавал, А это было более 40 печатных листов, Некрасов был крайне несчастным человеком. Внезапные приступы апатии, Когда поэт неделями ни с кем не контактировал, И многоночные картежные баталии Делали обустройство личной жизни практически невозможным. В 1842 году на поэтическом вечере Николай Алексеевич Знакомится с супругой писателя Ивана Панаева Авдотьей. Женщина была хороша собой, Имела незаурядный ум И великолепные ораторские способности. Будучи хозяйкой литературного салона, Она вокруг себя постоянно собирала Именитых деятелей литературы, А это Чернышевский, Тургеневы и Белинский. Несмотря на то, что Иван Панаев был заядлым по весу, И любая женщина была бы рада избавиться от такого горя мужа, Некрасову пришлось приложить немалые усилия, Дабы заслужить расположение обворожительной барышни. Достоверно известно, и мы об этом уже говорили, Что в красавицу был также влюблен и Федор Достоевский, Однако взаимности добиться ему не удалось. Поначалу своенравная женщина Отвергла ухаживание 26-летнего Некрасова, Отчего тот едва не покончил даже с собой. Но во время совместной поездки в Казанскую губернию Обаятельная брюнетка и подающие надежды писатель Все же признались друг другу в чувство. По возвращении они на пару с законным мужем Авдотьи стали жить гражданским браком в квартире Панаева. Существенный союз просуществовал 16 лет. Все это действие вызывало, конечно, порицание со стороны общественности. Про Некрасова говорили, что он живет в чужом доме, Любит чужую жену и при этом еще и закатывает сцены ревности законному супругу. Несмотря на злословие и непонимание, Некрасов и Панаева были счастливы. В тандеме возлюбленные пишут стихотворный цикл, именуя его Панаевским. Также в соавторстве Некрасова и Станицкого, это псевдоним Авдотья Яковлева, рождаются романы «Три страны света» и «Мертвое озеро». В 1849 году муза именитого поэта родила сына. Однако наследник талантов писателя прожил всего лишь пару часов. Через шесть лет барышня вновь рождает на свет мальчика. Ребенок был очень слаб и по истечении четырех месяцев также скончался. Но в почве невозможности иметь детей в паре Некрасова и Панаевой начинаются ссоры. Некогда гармоничная пара более не может найти общих точек соприкосновения. В 1862 году умирает законный муж Авдотьи, Иван Панаев. Вскоре и женщина осознает, что Николай Алексеевич – героин не ее романа, и уходит от поэта. Достоверно известно, что в завещании писателя есть упоминания о Авдотье, как о любви всей его жизни. В заграничной поездке в 1864 году Некрасов на протяжении двух месяцев жил в апартаментах со своими спутницами, а это родной сестрой Анной Алексеевной и француженкой Селиной Лефрен, с которой он познакомился еще в Петербурге в 1863 году. Селина была актрисой французской труппы, выступавшая в Михайловском театре, и из-за своего легкого нрава не воспринимала всерьез отношения с поэтом. Летом 1866 года Лефрен провела в Карабихе, а весной в 1867 вновь отправилась за границу с Некрасовым. Однако на этот раз роковая красавица в Россию больше не вернулась. Это не прервало их отношения, и в 1869 году пара встретилась в Париже, и весь август провела у моря в Диеппе. В предсмертном завещании также Некрасов упоминал и ее. В 48-летнем возрасте Некрасов познакомился с простодушной 19-летней деревенской девушкой Феклой Анитиновной Виктором. И хоть барышня не имела выдающихся внешних данных и была крайне скромна собой, мэтру литературного слова она очень приглянулась. Для Феклы поэт стал мужчиной всей ее жизни. Он не только открыл женщине превратности любви, но и указал в мире. Пять счастливых лет прожили вместе Некрасов и юная подруга. Их история любви напоминала сюжет пьесы Бернарда Шоу и Фигмалеона. А это уроки французского, российской грамматики, вокала и игры на рояле преобразили гражданскую жену-литератора настолько, что вместо чересчур простонародного имени поэт стал величателем Зинаидой Николаевной, дав отчество от своего имени. Поэт испытывал к Фекле самые нежные чувства, но на протяжении всей жизни очень так тосковал, как по беззаботной француженке Селине Ефреме, а также и по строптивнице Авдотьи Яковлевне. У меня все. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Очень интересная информация. О личной жизни всегда интересно слушать. Я как будто посторонний человек в личной жизни, когда окунаюсь. Раньше не интересовалась, а сейчас прям не очень себя хорошо чувствую. Вот интересно. Кто-то подготовил сейчас стихотворение, прочитает нам. Тяжелый крест. Татьяна, пожалуйста, пожалуйста, Татьяна. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Тяжелый крест достался ей на долю. Тяжелый крест достался ей на долю. Страдай, молчи, притворствуй и не плачь. Кому и страсть, и молодость, и волю Все отдала, тот стал ее палачь. Давно ни с кем она не знает встречи, Угнетена, пуглива и грустна. Безумные, извительные речи Безропотно выслушивать должна. Не говори, что молодость губила, Ты ревностью истерзана моей. Не говори, близка моя могила, А ты цветка весеннего свежей. В тот день, когда меня ты полюбила И от меня услышала люблю, Не проклинай, близка моя могила, Поправлю все, все смертью искуплю. Не говори, что дни твои унылы, Тюремщиком больного не зови. Передо мной холодный мрак могилы, Перед тобой объятие любви. Я знаю, ты другого полюбила, Щадить и ждать наскучила тебе. Упогоди, близка моя могила, Начата я и кончить, дай судьбу. Ужасные убийственные звуки, Как статуя прекрасна и бледна. Она молчит, свои ломая руки, И что сказать могла б ему она? Спасибо большое, Татьяна, спасибо. Крас ввел в литературу новые темы и новых героев. Поэт крестьянской демократии не мог писать так, Как писали дворянские поэты его времени. Он выработал особый поэтический стиль. Характерным признаком некрасовской поэзии Является опрощение языка. В его творчестве зазвучали такие темы и такие слова, Которые до Некрасова считались совершенно непоэтическими. Вот, например, «Савраска увяз к половине сугроба, Две пары промерзлых лаптей До угол рогожей покрытого гроба Торчат из убогих дровней». Появление таких и подобных слов в творчестве Некрасова Оправдывалось поэтической необходимостью. Это был стиль, но любители изящного Были возмущены творчеством Некрасова. Отвечая этим любителям изысканной поэзии, Некрасов говорил, «Наша муза парит невысоко, Но мы пишем нелегкий сонет, Наше дело исчерпать глубоко Воспеваемый нами предмет». Очень ярко в творчестве Некрасова Передана своеобразная речь крестьян, Барь, попов, купцов. Блестящие образцы таких речевых характеристик Во множестве рассыпаны в его произведениях, Особенно в поэме «Кому на руси жить хорошо». Важнейшей отличительной чертой поэзии Некрасова Являются народно-песенные мотивы. До сих пор, например, поются Некрасовские стихи из поэмы «Коробейника» «Ой, полна, полна коробушка». Значение творчества Некрасова Очень велико для русской поэзии. Оно было закономерным продолжением И развитие лучших традиций русской литературы. В его произведениях нашли отражение Гражданственность Релеева, Энергия отрицания сила протеста Лермонтова, Народность, фольклоризм Кольцова. В наибольшей же степени На становление творчества Некрасова Воздействовали Пушкин и Гоголь. И Некрасов был едва и не единственным Литературным деятелем, Который в период наиболее острой полемики Между приверженцами Пушкинского и Гогольского Направления в русской литературе. Призывал молодое поколение Учиться и у Гоголя, и у Пушкина. Он писал «Поучайтесь примером великого поэта Любить искусство, правду и родину, И если Бог дал вам талант, Идите по следам Пушкина». В творчестве Некрасова едва и не впервые В русской поэзии отображена жизнь рабочего класса. Его стиль отличался демократизмом, Имением ставить искусство на службу, Общественным истремлением и реалистическим Изображением действительности. Он создал поэтическую энциклопедию Русской жизни. Некрасовым были широко и многообразно Разработаны урбанистические мотивы. В этом он предвосхитил городскую поэзию Начала XX века, Опередив поэтов-современников, Что было отмечено еще литературоведом Валерием Брюсовым. Цитата. «После Пушкина, Достоевский и Некрасов Первые у нас поэты города». Не обошел поэт Суэнзорский И тему любви. Ему удалось создать формулу, Которую в дальнейшем использовали При оценке его интимной лирики Проза любви. Некрасовская любовь – Это романтический мир Достоевских страстей и ревности, Мир самоугрызений и самоутверждений. Чернышевский назвал Некрасовскую прозу любви Поэзией сердца. Его лирике присущ уход От социальности и биографизма, Заметен переход от личного чувства К общему чувству всех мужчин, А трагедия личная Перерастает в трагедию общую. Для Некрасовской лирики Характерный душевный диалог Между мужчиной и женщиной. Создание характера героини. Некрасов, ну как итог. Некрасов стал реформатором Русского стиха, художником Русского слова, который впитал Все богатства народной речи. Он был крупнейшим выразителем Национального сознания русского народа В одной из трудных эпох его развития. Подучи редактором лучших русских журналов 19 века, современника и отечественных записок, Николай Некрасов стоял в центре Литературно-общественного движения Своего времени. И как художник-новаток, который Искал и предлагал новые пути В русской литературе, он поднял Русскую литературу на новую Ступень развития. По определению Достоевского, Некрасов Как поэт должен прямо стоять Вслед за Пушкиным И Лермонтовым. Пожалуйста, пожалуйста, Майя. Что ты нам сегодня прочитаешь? У меня есть стих. Пожалуйста. За городом. Смешно. Нас веселит ручей Вдали журчащи И этот темный дуб Таимственно шумящий Настежи песнеют Задучи войсвое Как праздник юношей Вечерний соловей Вдалеке с поднебес Усияние звездами Нам кажется Простеть с любовью Над нами Любуясь месяцем Окладевая дал Мы чувствуем в душе Ту тихую печаль Что с вашей радости Откуда чувствуете Чем так довольны мы Беднеужели дети Уже в плодении Труд наплодно стык мечтам Еще в нас не убил И нам ли беднякам На отвлечении Природой наслаждения Свободи Краткие искрочат Ногновения И полно рассуждать Искать всему причин Передняя согналась Души Давнейший слын Забыта Тяжкая Гнетущая Работа До кучной Бедности Бесменная Забота И сердцу Весело И лучше Поскоре Судьбе Воздач Валу Что Внищите Свои Лишение Даров Довольства И свободы Мы Живо Чувствуем Сокровища Природы Которых Силные И свитые Земли Отнять У бедняков Голодных Не могли Спасибо Майя Спасибо большое Значит Известный факт Что Некрасов Не очень хорошо Учился Окончил Только пять Классов Учителя Всегда на него Жаловались Что не учится А пишет Сатирические Стихи Но это Не помешало Ему Вырасти Большого Поэта Известный Факт Что Некрасов Вырос В большой Семье У него Было Тринадцать Братьев И сестер Он был Самый Старший Из Четырнадцати Но Известен Этот факт Что сам Писатель Наследников Не оставил Однако Он очень Любил Детей Всегда С радостью Наблюдал Как играют Крестьянские Ребятишки Он мог Наблюдать За ними Часами Его Забавляли Игры И разговоры Которые Потом Он использовал В своих Произведения Страстью Поэта Была Охота Он Превосходно Держался В седле Метко Стрелял Очень Любил Медвежью Охоту А также Охотился На дичь Вот Уже Указывали Что Некрасов Был Заядлым Картежником Но В отличие От своего Отца Который Проиграл Свои Имения И попал В долги Именно Николай Алексеевич Можно Считать Что Оказался Счастливым Картежником У него Существовал Жесткий Свод Правил В год Можно Было Ставить И рисковать Не более Чем Двадцать Тысячами Рублями Звучит Так себе Но Если перевести На наши Деньги Это Тридцать Миллионов Рублей То Уже Более Солидная Сумма Это Он Мог Ставить Рисковать Как правило Он Выигрывал Допустим Литераторы Его ближний Круг Они Уже Фраза Белинского Знаете Батенька Что Вы Поэт И поэт Истинный Это Восхечение Писать Некрасовым Как поэтом Но Также Известная Фраза Белинского Да Батенька Вы Нас Так Без штанов Поставите То Есть Сам Некрасов Он Относился Картам Без Азарта И Играл С Холодной Головой Уже В наши Дни Петербуржские Картежники Перед Игрой Идут В дом Музея Некрасова Представьте Себе На улице Некрасова И стоят Там перед Колодой Карт Которая За витриной Ну типа Медитирует На удачу Вот После того Как Некрасов Разбогател На картах Не только На картах Да Но и В связи Со своим Творчеством Он уже Мог позволить Себе Большую Квартиру И вот Советские Идеологи Не могли Объяснить Как Воспеватель Жизни Бедняков Живет В 12 Комнатах Великолепно Обставленных Но для того Времени Если у человека Были деньги Это Было Естественным Образом Обставить Квартиру Тем более Некрасов Должен был Приглашать К себе Цензоров Кормить Их Обедами Что-то Обсуждать Ну Своего рода Литературный Кружок Он всегда Был На какой-то Квартире Какие-то Черновики Читались Известен факт О том Что Некрасов Потерял Рукопись Романа Чернышевского Что делать Нес ее В набор И потерял А Чернышевский На тот момент Находился Под домашним Арестом То есть Если бы Эта рукопись Попала Не в те руки То была бы Большая проблема Некрасов Не побоялся Дать объявление В газете Пообещал 50 рублей серебро Тому Кто найдет На следующий день Какой-то мелкий чиновник Принес потерянную вещь И получил Аж 100 рублей Вот В связи с этой историей Или совершенно случайно Известен тот факт Что Самуил Яковлевич Маршак Любил очень творчество Некрасова И когда он писал О рассеянном С улицы Бассейной Это как раз О Некрасовой Об этой истории Потому что Улица Бассейная В настоящее время Называется Улица Некрасова А и потеряна Балару Как здесь Именно на этой улице Вот Значит Музейные работники Рассказывают о том Факте Что Свои произведения Показывая Квартиру Некрасова И его дачу Где он отдыхал И работал Показывают большой салон И известен факт Что свои произведения Некрасов вышагивал То есть он ходил По своей зале По комнате И это способствовало Вырабатыванию ритма Его стихов Он подходил Потом к конторке На которой лежали черновики И уже переписывал Начисто Еще что хочется сказать Что уже в конце Своей жизни Ну вот Вы расскажете Но я именно как факт Когда уже Некрасов не мог ходить Совершенно не мог ходить Передвигаться И ему пришла Все-таки Он решил венчаться Зинаидой Николаевной А до этого Они жили Как в таком браке В гражданстве Но он решил венчаться Как бы подытожив Свою жизнь И свой выбор И вот А в храм попасть Он никак не мог Он совершенно был Не ходячий Но не знаю Почему-то его И не догадались Понести туда На венчание Наверное Совсем был плохо На смертном адре И с разрешения Действующего Архиерея Венчание было Произведено На дому Хотя это очень редкий факт Чтобы так позволили Потому что Пригласили Военного священника И у них Как сказать Они могут Развернуть В том месте Где они находятся Походную церковь Так называемая И таким образом Вот повенчали Некрасова С его женой Этот вопрос Если честно Я его даже слышала Был задан В игре Что, где, когда Вот такой парадокс То есть человек Не попал В храм А как же его повенчали Вот факт в том Что у военного священника Есть такие полномочия Это не все могут делать Но вот так вот Им разрешили Законным путем И то есть я считаю Что Некрасов Несмотря на свою бурную молодость Такую активную жизнь Вот он как бы к Богу пришел И у него есть такая фраза В одном из стихотворений Храм Божий На горе мелькнул И детски чистым чувством веры Внезапно на душу пахнет У меня все Спасибо большое, Светлана Ну вот сегодня И мы завершили У кого есть еще стихотворение? У меня осталось А, давайте тогда Наталья И завершим Татьяной Но Я осталась Еще одно есть у меня Обождите Наталья, давайте Да, вы у нас бездонный Источник стихотворений Наталья, пожалуйста Некрасова Скворцова Я не знаю Может быть раньше читали До меня пока Я присоединилась Когда из мрака Заблуждение Читали это стихотворение? Нет? Я думаю, нет А ты можешь горизонтально Поставить телефон Чтоб мы и твоей мамой Наслаждались тоже Могу Вот так Здравствуйте Здравствуйте Когда из мрака Заблуждение Когда из мрака Заблуждение Горячим словом Убеждения Я душу падшую Извлек И вся полна Глубокой муки Ты прокляла Ломая руки Тебя Опутавший порок Когда забывчивую совесть Воспоминанием Казня Ты мне передавала Повесть всего Что было до меня И вдруг Закрыв лицо руками Стыдом и ужасом Полна Ты разрешилась Слезами Возмущена Потрясена Верь Я внимал Не без участия Я жадно Каждый звук ловил Я понял Все Дитя Несчастье Я все Простил И все Забыл Зачем же Тайному Сомнению Ты ежечасно Предана Толпы Бессмысленному Мнению Ужель И ты Покорена Не верь Толпе Пустой И лживый Забудь Сомнения Свои В душе Болезненной Пугливой Гнетущей Мысли Не таи Грустя Напрасно И бесплодно Не пригревай Змеи В груди И в дом Мой Смело И свободно Хозяйкой Полной Войди Это письмо Ой Это стихотворение Посвящено Падшей Женщине Вот И Тут Некрасов Некрасов Проявил себя Обладающий Даром Прощения Грехов Ну что В общем-то Свойственно Русским Спасибо Большое Наталья Ну вот Сегодня Тогда Последнее Завершающее Наше стихотворение Прочитает Татьяна Корит Танюша Ты знаешь Да Ограничения Во времени Маленькая Совсем Пожалуйста Татьяна Я сегодня Так грустно Настроен Я сегодня Так грустно Настроен Так устал От мучительных Дум Так глубоко Глубоко Спокоен Так глубоко Глубоко Спокоен Мой Стерзанный Пыткою Ум Что Не дух Мое Сердце Гнетущий Как-то Горько Меня Веселит Встречу Смерти Грозящей Идущей Сам Пошел Бы Но Сон Освежит Завтра Встану И Выбегу Жадно Встречу Первому Солнца Лучу Вся Душа Встрепенется Отрадно И Мучительно Жить Захочу А Недух Сокрушающей Силы Будет Так же И Завтра Тонить Будет И О близости Темной Могилы Так же Внят На душе Говорить Все Спасибо большое На этом мы завершаем Нашу встречу Сегодняшнюю До 4 января И поздравляю вас всех С наступающими праздниками Рождественными Чтобы мир был в ваших домах И здоровье Самое главное Спасибо До свидания Всего доброго До свидания До свидания Спасибо До свидания До свидания До свидания До свидания